Продолжаем любоваться этим несчастным сырым серым городом Детройта. Да, уж везде мусор, грязь, хотя мы побывали, конечно, в паре чистых красивых локаций, но всё-таки наш робокоптер должен защистить город Руш от преступности, чтобы здесь, собственно, не осталось никого, потому что кругом одни преступники, бомжи и прочие тунеядцы. И нам нужно сдерживать их гнилостные порывы, что мы показали, забрав деньги у огурчика. Он, конечно, обиделся на нас, но вроде как это самый правильный выбор. Но посмотрим, посмотрим. В любом случае, сейчас у нас квест «Домашний террорист». Что он там делает, этот квест? Так, а, это квест нашего, собственно, противного гадского начальника. Ну, как вы думаете, стоит ли нам делать всё так, чтобы этому начальнику было хорошо? Я сомневаюсь, я бы лучше ему в кофе насрал или ещё что-нибудь. Так что нам нужно обыскать квартиру подозреваемого, что-нибудь обнаружить. Давайте посмотрим. Нарушаем! А ордер у нас есть? Вроде бы Макс Беккер попросил это всё неофициально, как бы. Но допустим. Так, мы зашли, кстати, в очередную чистую и уютную квартирку. Давайте-ка порассматриваем здесь всё, что-то имеется. Какие-то армейские ботинки здоровенные. Так, похоже, здесь живёт кто-то очень брутальный, видимо. Ой. Ловушка активирована, обнаружен усыпляющий газ. Нифига себе, конечно. Ну, хорошо, что на меня это не работает, правда? Я слишком крут для усыпляющего газа. Хотя у меня, кстати, лёгкие тоже имеются так-то, я же, по идее, дышу всё равно. Так что, хз, может быть, на меня это может подействовать теоретически. Ну-ка. Стикер. На этой неделе счёт захоронения забрать кошачий корм, взять показания у торговца рыбой. И 180 экспы за эту полезную информацию. Каждый раз поражаюсь. Но логично же, что нужно давать экспу за записки в том плане, насколько записка ценна, а не за все одинаково. Так, печатная плата для меня внезапно, ни с того ни с сего. Хотя, конечно, не хочу, честно говоря, с ними париться с этими печатными платами, потому что они все, блин, каждый раз такие фуфельные. Из-за того, что мы прокачиваем навык инженерии, у нас усиливаются абсолютно все чипы. Это значит, что ещё и разброс при стрельбе тоже будет увеличиваться. Я ставлю самый нижайший чип туда, и всё равно он тоже становится всё сильнее и сильнее, понимаете? Поэтому один такой чип ещё ладно, но два или больше это будет совсем жесть. Да. Ну-ка, чём мне сейчас далее вообще? А, я не знаю даже, я путаюсь уже в этих чипах, нужно было в каждой из них что-нибудь вставить, возможно. Но надо смотреть просто по уникальным эффектам, есть там что-нибудь интересное. Так, вот этот, кажется, я ещё не видел. Автоматический режим, лазерный прицел, повышенный урон, больше крови. Ну, тут те же самые эффекты, просто по-разному расставлены. Ну-ка. Ммм, кстати, обратите-ка внимание, здесь можно не брать разброс при стрельбе вообще, тут нету обязательно опции, которые есть в всех остальных местах. То есть, по идее, это самый выгодный чип. Тут, правда, нельзя уже стрелять в одиночном режиме, мне это больше нравилось на самом деле. Но, возможно, что я потом его возьму. Потом, конечно же, хватит тратить время и это всё в кадре делать каждый раз. Коробка с пиццей. Ну-ка. Старая коробка от пиццы. Почему, интересно, сканирую коробку от пиццы, но не сканирую, например, бутылку, кружку, унитаз или ещё что-нибудь? Так рандомно решили, разрабы, конечно. Ой, тихо, это наверняка что-то важное. Ммм. Так, какие-то платы. Электронные компоненты, ничего подозрительного. Да? А сам факт того, что они здесь валяются, это не подозрительно, по-твоему? Так, вот коробочка наверняка очень важная. Ну-ка. А, нет, не относится к делу, хоть это и документы, казалось бы. Зачем вообще люди оставляют включёнными эти вентиляторы? По приколу, что ли? Да. Чисто, уютненько. Так, подождите-ка, а туалет здесь имеется в этой квартире? А, да точно, я сюда заклядывал уже. Унитаз чистенький, всё чистенькое. В зеркале я всё ещё не отражаюсь, оно всё ещё разбитое почему-то. Наверное, продавец зеркал в этом городе просто озолотился и уехал отсюда, скорее всего. Поэтому у всех зеркала разбитые. Всё ещё, некому больше их заменять, видимо. Так, здесь у нас что? Уютная кроватка, картины со всякими пейзажами, мне нравится. Комнатные растения повсюду стоят. Так, вижу очевидную нычку, что называется. Есть что-нибудь ещё, что можно исследовать? Хм. Причём для всех этих сканирований ещё требуется дедукция 2, вроде как. Такс, то давайте-ка. Прокладываем путь. Потому что кому-то лень лишний раз пол покрасить после таскания этих шкафов, чтобы Равокок не смог ничего просканировать. И тут у нас тайное логово какое-то. Имеется порнушка, имеется аптечка. Опять недоеденная пицца. Что же вы всё-таки зажравшиеся, сволочи? Я бы пиццу доедал вместе с корочкой, если бы мог её себе позволить. Счёт за аренду. Так. Мг-мг-мг-мг-мг-мг. Три месяца, 210 долларов. И вот эта полезная информация в очередной раз позволяет мне сделать что? Правильно, вкачать броню, стать крепче и мощнее. Как бы это ни было глупо. Но я не против. Ой, кто-то звонит. Подождите. Или звонит. Звонит, звонит. Опа, учебно-дискета УСП. Так-то, так-то. Спасибо, что приберегли до меня эту штуку. А, блин, теперь моя броня уже почти что на пределе. Вот это другое дело. Теперь я буду ещё более живучим. Так, фотка Беккера. Почему-то не утыканная дротиками или ещё чем-нибудь. Фотка Робокопа. Это чья фотка? Это старик, скорее всего. Блин, почему я не могу прицелиться и увидеть поближе? Разглядеть что-нибудь, а? Так. Хм. Так, вот она наша, эта самая лаборантка, которая нас обслуживает. И всё то же самое, эти же самые фоточки. Продолжение следует... Я не могу прицелить, а сейчас, когда я вообще начинаю договориться о том, что ОЦП скаме все равно, вы увидите. Я не могу прицелить это, чтобы ОЦП избежать. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs? It is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank you proved that you were more than just a tool programmed to obey OCP, but now the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside. But there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I need to just spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. I need to be able to do it. 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 I need to be able to help OCP and help only all these journalists, police officers and other people. Yeah. Так что по факту дилеммы-то тут и нету. Какой смысл воевать за то, что уже проиграно, что называется. Битва проиграно Дельта Сити уже не будет, Робокоп уже всё равно всех произнесёт в дальнейшем. И OCP сама себя выстрелит во все возможные части тела в том числе. И кстати, старика в третьей фильме тоже нету, что как бы намекает. А без старика, как я уже говорил, скорее всего, никому в принципе не встрался Дельта Сити. Все хотят просто лишний раз на этом деле нажиться или типа того. Так что поехали, получается. Тренер всё ещё активен, поэтому я всё ещё бегу чуть быстрее. Но не так, чтобы сильно, но всё равно гораздо приятнее, что когда мы можем быстрее добежать через все эти уличи. Улочки, которые мы миллион раз уже видели. Да. И будем видеть ещё миллион раз, конечно же, когда придём сюда в третий раз, в этот участок Детройда. Извините за спойлер, конечно, но нужно это знать, что переиспользование локации, к сожалению, повторяется. Ну да ладно, опять же. Я игру за это не ругаю, я это понимаю, конечно же, бюджетность и все дела. Так. Зато сейчас делаем хотя бы что-то действительно важное. Пытаемся копать под эту гробанную OCP. Ну вернее, будем копать или нет, это зависит от вас, конечно же, от игроков. Да уж, совершенно беспалевные, правда, ребятки. И вот этот вот подзарядник совершенно беспалевный, правда, ничего не говорит о том, что меня сейчас ждёт очередная мясная перестрелка с кучей трупов. Так, а пока что можно подырить поддельное удостоверение и прочее, и прочее. Так, а секундочку, мне вон туда или сюда? А, тут не пройти нигде. Просто не хочу сразу же идти по сюжету, опять же, меня интересует осмотреть всё внимательно. И сейчас, пока я отошёл, они, естественно, подадут сигнал, и все будут готовы к тому, чтобы меня встретить и полечь в бою. Ребятки, давайте возьмите уже сразу же застрелитесь. Вы вроде не похожи на тех, кто обдолбанный Ньюком или ещё чем-нибудь, вы же понимаете, что у вас нет шансов против меня. Ай, блин. С другой стороны, я посмотрел все три фильма, понимаете? Там то же самое, там тоже все прут на Робокопа с мелкашками. Я думал, что это просто в игре такая условность неймплейная, но нет, в фильмах тоже. Так что всё то же самое, всё логично, всё канонично. Так что я забываю. Думаю, я забыл. Ну всё, ребятки, поехала наша типичная, любимая веселуха. Снова будем пополнять места не в полицейском участке, естественно, а только в морге. Потому что зачем париться, зачем арестовывать, если можно просто всех перестрелять, правда? И-и-и. Ой, какие же они все тупые, просто ужас. Сейчас ещё один уровень, и все вот эти вот пули, по идее, будут от меня отражаться, как я понимаю, судя по описанию перка. Было бы неплохо-неплохо вообще не получать урон. Хотя, на самом деле, там не сказано, что я не буду получать урон, сказано, что они будут отражаться, поэтому, может быть, меня ещё и будут повреждать всё равно этими пульками. Вся, все кончились, всех кончили, что называется. Да, навык брони крутая вещь на самом-то деле, позволяет быстро взять и всех и раскидать, сразу же не получая почти 100 урона. Здорово весьма. Так, чё ещё тут имеется? О, искусство-то какое, смотрите-ка. Насрали просто мазинёй. Рисунок выглядит знакомо. Да? Интересно, для кого? Ну, конечно, я могу забывать какие-то детали, что в фильмах, что в этой игре, потому что я всё время болтаю, поэтому вы уж поймите и извините. Ой, кажется, игра вылетела или типа того. Чёрт, это печально. Так, вот мы ещё раз перестреляли всех этих бомжаров. Конечно, вылет, это весьма печально. Там, кстати, вышел новый патч, уже 1.4.0. Но, блин, требуется всю игру, считай, перекачивать все эти 40 гигов, поэтому я пока что его не накатывал, надеюсь, что не придётся. Но, впрочем, посмотрим. Так, посканёрт ли ещё разок этот рисуночек? Где он там был, кстати, я уже позабыл. Понастроили тут каких-то, блин, этих самых непонятных заколков, что легко всё перепутать. Но, с такой стороны, накласть. Ладно, всё равно буду перепроходить, скорее всего, за кадром, чтобы сделать это более эффективно, поэтому накласть. Побежали, пока ещё раз игра не вылетела. Ну-ка. Ахам. О, кошачий корм имеется. Да, наша журналистка, видимо, очень любит кошек, судя по всем этим запискам и корму, и прочему. Так. Коробочки. Поехали их тоже сканировать. Документы связаны с OCP. И всего две кропки почему-то сканируем из всей этой огромной кучи. Личные вещи Саманты. Забрать. Теперь это мои личные вещи. Хе-хе-хе. Да. Вот так вот. Всё, ничего не вылетает? Давайте-ка лучше свалим на всякий случай, пока опять не вылетело что-нибудь. Ужас. Какое-то поломанное радио глючит. Так, а что это за красавцы тут стали? Дайте угадаю, а и мне просто так не надо дуть уйти, да? Разберемся. Ну, 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 ну. Ну, вполне очевидно, конечно, что поддерживать OCP, тем более этого чмошника, мы не станем. Пошли они все нахрен. Лучше уж поддержим эту самодовольную журналистку, чем самодовольного ублюдка из OCP. Что если я lied о том, что ты думаешь, что ты думаешь? There may be a bomb inside, or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? Продолжение следует... Да уж, теперь я ещё и почтальон. Какие ещё интересные профессии наш робокоптер успеет попеременять в течение этой игры, как вы думаете? Ну, главное, чтобы он уборщиком не становился, потому что это моя работа. Неохота, чтобы роботы, что называется, отнимали работу у меня, понимаете? Хе-хе-хе. Я имею в виду Саманта. А, да. Я рада, что вы помогаете. Без этой девочки, О.C.P. бы у нас все на улице. Возвращаясь. Они делали много на больших семей. Возвращаясь. Сама-то с мамой взрослой. Но это не история для меня. А то, что ты сам не сможешь у нас коробку, что называется, взять и поставить её куда-нибудь. Нет, блин, доставьте, опечатайте, все дела. Ужас просто. О, можно ещё и изучить их при желании. Ну ладно, я не стану, конечно, изучать это. Всё-таки копаться в чужих вещах, кто такое себе. Хотя, стоп, ну-ка, это у меня квест, что ли, получается частично? Не обязательно проверить коробку вам. Хм. Ну давайте проверим, так уж и быть. Письмо матери Саманты. Уважаемая Каи Ортиз, они обвиняют вас в фальсификации доказательств, потому что хотят вас дискредитировать. Но я им не верю, никто из нас не верит. Мы понимаем, что СМИ и ОСП – часть одного целого. Ваши действия помогут это понять и остальным, поэтому не давайте им заставить тебя замолчать. Кто-то должен высказываться за нас, кто-то должен выступить против них. П. Угу. И вскрыли. Нашли также семейную фоточку какую-то с каким-то мужиком. Или это её родители, видимо, скорее всего, да? Но надеюсь, что она не обидится за то, что я проверил коробку. Но опыт мне всё равно не начислили за чтение ещё одной записочки. Ну, кстати, да. Одна из главных причин, почему я не люблю все эти фильмы, вот, типа супергеройских, например, что всё время, если есть какой-нибудь неуязвимый супергерой, у него всегда есть какая-нибудь там мать, сестра, подружка, любовница или ещё что-нибудь обычный смертный, и всё время нужно их спасать, там, у неуязвимого супермена и прочего. Блин. Меня это просто вымораживает. Вот бы посмотреть на супергероя, у которого нету этих дебильных привязанностей ко всем этим жалким людишкам рандомным, и которого они могут вот так просто взять и, что называется, нагнуть как хотят во всех позах. Да уж. К счастью, у нас только есть Энн Льюис, по факту, и ту уже подстрелили, поэтому, скорее всего, ничего более опасного с ней уже не произойдёт, а то это будет слишком клишировано. Так, у меня имеется, как ни странно, аж две цели. Либо пойти в мастерскую Бена и снова докапываться от этого мужика, либо в другую сторону пойти, даже не знаю, какой вариант лучше. Ну ладно, сходим сюда, с этим мужиком мы хотя бы уже три недели. Ну, разумеется, нужно сначала выполнить вам 50 квестов всяких, обдороженные неисправности в гидравлике. Давайте, просто всё поломаем к ренам здесь, вместе с машиной. Бру! Круто. О, классно, теперь я ещё и автомехаником становлюсь. Вот мне совершенно нехрен делать, правда? Новая профессия свой на чушь. Ладно, давайте разбираться в устройствах моторов. Я совершенно в машинах не разбираюсь. Как вообще в чём-либо, потому что я всего лишь-то уборщик. Так, изучаем дальше. Я всё равно ничего не понимаю. Кстати, тут ничего не подсвечивается почему-то. Тут нужно что-ли думать? Серьёзно? Но я же не умею думать. Нет, не заставляйте меня. И последний аккумулятор. Так, а что, я получу зарплату за тебя, раз я сделал твою работу, спрашивается? Пыньк. Как просто всё починилось, правда? Один проводок передёрнул, и всё. Ну, да. Ты знаешь о том, где-то этого человека? Я не знаю. Но он мне спросил, если я делаю петли, тоже. Потом показал мне письма с детским тату, снялся на него с письма. Он мне спросил, чтобы письма бежит на его газ. Почему ты думал, что с детским татуом было для тату? Он мне показал, что были тату-тату-дизайны. Ну и естественно, я как посмотрел на этот тату-салон в прошлый раз, сразу же понял, что мы туда еще вернемся. Так что поехали. Ещё бы, если я бы только посмотрел, как учиться говорить правильно. Кстати, интересно, почему у нас было два разных варианта решения этого квеста? Типа они на что-то влияют или нет? Я поговорил сейчас с интеллигентным человеком, механиком, а не просто с бомжом вонючим, как мне предлагалось, в опциональном варианте, так что возможно я сделал более правильный выбор. Или наоборот, ведь я же робокоп, я должен бороться с преступностью. Может быть у этого бомжа еще есть загашник наркотиков или еще что-нибудь, а я теперь этого уже не узнаю, увы. Да в том-то и дело. Такое ощущение, что кузак тоже ни хрена не знает о обычных людях. Просто ходит там, что-то орет и заключает сделки с наркотаговцами. Такой себе вариант тоже. Так, салон татушек, что-то новенькое. Ммм, да, полюбуемся здесь что ли на все? Ну типа, у меня еще губа есть, так-то, ее можно проколоть при желании. Но я, конечно же, не стал бы этого делать. Мне так хватает железа в организме. Во втором фильме этим вообще воспользовались и робокопа магнитиком здоровенным притянули. Так, интересные татушечки тут имеются, кстати. Хм. Револерчик красивенький. Сова, кинжал в сердце. О, персонажи из мультиков как будто бы. Хм. Ох, какой узор роскошный. Денежный узор, кстати, с баблишком. Круто. Так, орел. Истинное лицо капитализма. Хм. Прикольно, надо все просматривать. Тут, конечно, повторяются картинки, но не везде, не везде. Видите, имеется что-нибудь новенькое. Понасовали разработчики разных картиночек, так что нужно это все как-нибудь так осмотреть один раз. Хм. Ага, стрит-волчер. Как раз-таки эти самые ублюдки, которые нам нужно всех истребить под корень, что называется. Просто на всякий случай. Я не здесь для этого. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Мой body wears enough scars. Believe me, you can never have enough of these puppies. Anyway, if you're not here for inking, what do you want? A biker called Spike. I heard he was your customer. I don't serve no bikers. Don't know who told you that, but it's a load of bull. Are you denying making tattoos for the street-vulchers? You've got no proof, cop. Now stay out of my case. I need to get back to my work. Ну что ж, нужно тоже его взять и кинуть об стену, как мы это делали с пеплом. Но пока что нет, нужно просто посканировать всё и заработать ещё больше экспы. Ай-яй-яй, сейчас ты тут додразнишься, засранец. Сейчас мы тебя накукадим. Всё у тебя найдём. Все твои долги и счета и прочее. Личный блокнот, поминаются эти ревятники. Нахерно ты бросаешь личные блокноты так, чтобы их можно было спокойно прочитать, спрашивается? Вот дебил. Ну-ка, и ещё экспа, и ещё экспа. Экспа ни за что буквально. Всё получается. Поговорить с собой вроде нельзя почему-то, хотя кажется только что можно было... А, вот оно что. Можно ещё кое-что просканировать. Так-так, это уже улика, явно. М-м-м-м. М-м-м. Забавно даже фраза, которую сказал Робокоп, совершенно не похожа на та, которая была в субтитрах, но тоже шутливая. Забавно. Так, нам нужен чёрный байк, получается. Получим номер машины. Мичиган. Номера нету, просто название штата. Прекрасно, конечно, тоже поможет мне. Ну ладно, ищем чёрный байк, получается. Ну ладно, мы его ещё не видели ни разу. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Продолжение следует... Вы поддержали Джона Милса, хотя я на самом деле не собирался его поддерживать, но да ладно. Фактически это пока что ни на что не влияет. Я уже проспойлерил, что будет один конкретный выбор, где нам нужно будет, собственно, выбрать одного из этих двух идиотов, либо Милса из ОСП, а ОСП вполне очевидно те еще злодеи, или станут ими в конце в итоге в третьем фильме, либо дурака-кузака. Так что потом и режим, собственно. Но в принципе я как раз таки уже прочитал на всякий случай концовочки игры, что будет, если выбрать одного и другого, поэтому я уже знаю, кого я выберу в итоге, но пока что я об этом умолчу, естественно, потому что нужно сохранять интригу, знаете ли. Так, нам очевидно нужен черный байк, а не синий, конечно. Но опять же мы получаем экспу за каждый неверный выбор, поэтому очевидно, что нужно будет за кадром просканировать все байки до единого и один не упустить. Ну а так да, этот зеленый байк тоже не подходит, конечно же. И снова каждый раз экспа, это весьма здорово. Так, кстати, у нас какой тут радиус действия? Довольно приличный. Ну получается ищем черный байк, черный роскошенный байк. Тут полно байков, конечно, повсюду раскидано, так что возможно, что я сейчас так соберу всю экспу. А, ну хотя да, вполне очевидно, что вот же очередной вход на локацию, поэтому вот, собственно, и его байк. Это было просто на самом деле. Ага. Куда еще он мог деться, кроме как в здании, правда? Ну поехали. Может быть удастся его в этот раз нагнуть, наконец-то. А то с пеплом мы быстро разобрались, а с этим что-то долго возимся, а уже пол игры прошло. Что это мы тут делаем? Так, ну он занимается хорошим делом, оттирает кровищу. Я подумал сначала, что он там нарисовывает какую-то гадость, но видимо нет. Ладно, пока что оставим его, пусть живет, что называется. Так, что внизу имеется? Парнушечка. О, диск ОСП ни с того ни с сего, чего он здесь забыл, спрашивается в таком месте. Но я не против, все равно теперь я смог покачать броню до максимума. Минус 50% урона, это же неплохо, правда? Ну и кстати, у меня есть еще одно очко свободное, оказывается. Так, во что его теперь вкидывать, спрашивается? Хм, тут по идее все полезно, даже фокус-то в самом деле полезен, если так подумать. Единственное, что вот мне кажется не очень полезным, это дополнительный урон от оружия, потому что враги так и так падают от любого хедшота. Урон будет полезен только против всяких ЕД-209, но я не знаю, сколько раз еще мы будем с ними сражаться. Вот эта вот вся ударная волна, какой-то пердеж, как-то кажется мне бессмысленным, поэтому я не уверен. Может быть, есть смысл все-таки качать выносливость, чтобы было бонус на очки здоровья. Инженеру тоже качать не хочется, потому что я пистолетом редко пользуюсь. Я предпочитаю другое оружие, которое не нужно качать, собственно. Поэтому, как видите, я просто теряюсь в догадках, что же мне лучше качать. Может быть, лучше вообще фокус качать, чтобы можно было эффективнее всех выносить? Не знаю. Давайте пока что в фокус вложимся. Да. Посмотрим. Так и так, мы раскачаем, скорее всего, все эти ветки со временем. Но здорово, что хотя бы в этот раз я смог не упустить все SCP-диски в этой локации. Наверное, их тут будет больше двух. Это было бы слишком халявно. Так. Так что, ройтесь вот так вот. В каждом бомжатнике обязательно найдете что-нибудь ценное. Какой-нибудь кусочек золота найдется. Даже в таком помойном месте. Так, играет противная музычка. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, начинается наше любимое действо. Всех перещелкать. Все, остудили все горячие головы. Бадумтс. Ну, хотя бы хорошо, что этого гробного Катаса отметили или без меня. Спасибо им большое за это. А то я надеялся... А то я беспокоился, что мы сейчас опять его отпустим целиким и невредимым. Но, видимо, нет. И-и-и. Пдув. Ой. О, кексик. Большой красивый кексик. Прикольно. Такая моделька имеется классненького кексика. Так, что тут еще имеется в этой квартирочке? Украденные часы. Украденные удостоверения. Теперь это все украдено мной. И-и-и. Эм, камера теперь неинтерпективна, но странна. Украденные удостоверения. И сейчас он, наверное, опять встанет и ускорчит, да? Пока мы не видим. Блин, нужно было сразу выключить это гробанное радио. Сканируем зачем-то подставку для камеры. Обнаружено оборудование для вещания. Ух ты, так и есть куда идти, получается. Допустим. По-моему, он уже сдох нафиг, этот гробаный Кратос. Жалко. Я надеялся сам его пристрелить. Но, допустим, в принципе, работу делают за меня. И так уж это и плохо, правда? Так. Высокотехнологичный компик, получается. Ага. Спутниковая тарелочка стоит здесь. Необходимо сканирование. Так. Начать закончить вещание и изменить карту. Цель вещания. Цель вещания. Старый торговый центр. Ага. Блин, старый торговый центр, наверное, будет закрыт. И, скорее всего, там не будет чего красивенького, интересненького. Оборудование работает. Карту нельзя изменить. Отключите спутниковую связь. Всё? Я отключил или нет? Но мне, видимо, и не нужно, скорее всего. Всё, поэтому хрен с ним. Всё, мы уже во второй раз поймали этого говнюка. Сначала пепла на себе таскали, теперь вот этого таскаем. Возможно, однажды ещё и Антоновски начнём таскать на себе тоже, да? Любим мы это дело, таскать на себе вонючих бомжаров всяких. Да уж. Фух. Ну вот, по крайней мере, эта локация, кажется, закрыта. Сейчас я здесь остановлюсь перед тем, как выйти из неё. И выйти мы же в следующей серии, видимо. Да, поймали, наконец-то, ублюдка. Получил по заслугам. А то все выпендривался, угрожал нам там, даже когда мы перестреляли всех его людей. И вот к чему это привело. Придётся снова расстреливать горячих голов, видимо. Байкеров мы уже точно истребили. Наконец-то, блин. Хоть кого-то мы истребили из всех этих группировок грёбанных. Их не жалко всех, конечно. Вся пора валить отсюда. Скорее всего, да. Шип в слоге сена выполнен. Нашли этот грёбанный шип и вогнали ему, собственно, в сраку этот шип. Новое задание. Призраки прошлого. Так, Антоновский теперь работает с горячими головами. Хотя до этого перестрелил лидера горячих голов, но теперь, видимо, решил снова с ними работать. И теперь он хотел транслировать казнь шипастого кому-то в торговом центре. Угу. Блин, жалко. Я знал, конечно, что будет локация торговый центр. Я как раз таки надеялся, что это будет такой же, собственно, магазин, как магазинчик вот этого мужика, где мы рассматривали товары. Но там будет больше всего. Но судя по тому, что это заброшенный торговый центр, скорее всего, товаров там уже не будет. Будут просто какие-нибудь пустые полочки и всё. Как в фоллаутах всяких. Эх, жалко. Но да ладно. В любом случае, мы хорошо постарались изучить ту локацию. Хоть я много, конечно, трындел и тупил, но ничего страшного. Надеюсь, что вы, по крайней мере, ещё не умерли со скухи и сможете досмотреть со мной этот летсплей до конца, возможно. Если я когда-нибудь, конечно, начну шевелиться в темпе, а не просто кое-как тут стоять на месте, еле двигаться, через каждую пару шагов останавливаться и всё рассматривать, комментировать все эти разноцветные радужные надписи и прочую красотищу и так далее. Посмотрим. Давайте пока что отдохнём и скоро продолжим.